виза планируют приобрести работающую на ripple нет платформу платежей и это довольно таки круто потому что здесь все-таки это продукт который работает на ripple нет и его приобретает аж целая виза и нужно отметить что currency cloud имеет более 500 клиентов в сфере банковского отдела и финт их и она работает более чем в 180 странах мира кроме того клиент ripple air volex запускает решение для онлайн платежей по картам в австралии и здесь компания впервые представила свои решения в великобритании и европе в прошлом году затем уже двадцать первом году клиент ripple air volex перебрался в год конк теперь нужно отметить что сейчас рынок криптовалют конечно же восстанавливается xrp не так восстанавливается как хотелось бы но я считаю что у монеты еще все впереди здесь мы на недельном таймфрейме видим что монету вы купили да и здесь монета дважды коснулась уже зоны поддержки в 52 цента что говорит о том что пока что быки все-таки могут взять реванш и уже здесь вполне будет себе такая коррекция после падения ну хочу напомнить что если это будет то с текущих мы можем еще взять по xrp 31 процент а таргет по xrp будет 79 центов почему потому что здесь мы видим есть бычья дивергенция да и она здесь ярко выражена и это говорит о том что таргет будет именно где-то в районе 77 центов второй таргет это доллар 58 ну и затем уже на 2 доллара мы сходим но опять-таки здесь никто вам ничего не как бы скажем так гарантируют я считаю что это рынок и здесь нужно зарабатывать и необходимо конечно придерживаться риск менеджмента если мы говорим там про определенную прибыль которую можно взять это 77 центов обязательно что касается значит того что мы можем ближайшее время увидеть то что биткоин вырос на 34 тысячи долларов да и bloomberg ждет bitcoin по 60 тысяч долларов но опционный рынок кстати в этом плане сомневается и впервые за много недель мы видим бычьи признаки и ожидаем что биткойн направился к фирме границы диапазона 30 40 тысяч долларов и и понедельным опционом мы видели хороший объем покрытия позиции со страйками между 35 тысяч и 40 тысяч долларов месячных и юридических опционах сохраняется значительный объем открытого интереса с 35 тысячным страйком этот уровень он может стать потолком для биткоина на текущий месяц поэтому на текущий месяц здесь все нам говорят что потолок это будет все-таки где-то район там 35 36 тысяч тысяч долларов если мы с вами говорим про опять-таки позитивные явления то что здесь мы определенно видим такую тенденцию что крупные игроки они как ни крути сейчас накапливают биткоин и мы видим что идет отток с бирж биткоинов также такая тенденция была тогда когда в принципе мы видели ее в конце двадцатого года и начало там тоже двадцатого года когда был ковид 19 также крупные игроки накапливали биткоин это говорит о том что чем меньше у бирж будет биткоинов тема значит и меньше вариация того что мы обвалимся и это довольно таки круто если мы говорим про другие события то здесь определенно также нужно отметить то что индивидуальные инвестора то есть розничные они сейчас также заходят в рынок криптовалют и видим что здесь по сравнению с августом там девятнадцатом году розничные инвестора все-таки накапливает биткоины накапливает также альткоины и другие криптовалюты это тоже опять таки говорит о том что здесь идет накопление покупки и сейчас люди воспринимают это как пятьдесят процентов скидки на криптовалюты кроме того здесь мы видим с вами в двадцатом году когда был обвал ковид 19 здесь была отрицательная ставка это говорит о том что люди наоборот продавали и никто не инвестировал и естественно здесь наоборот люди теряли в размере там пол миллиарда долларов что касается значит фьючерсов да и ликвидации шорт позиций за последнее время это все дело выросло мы здесь видим что ликвидации было на 10 миллионов долларов за последнее время за счет того что рынок криптовалют вырос ну и кроме того сейчас мы видим что самым обсуждаемым в принципе таким криптовалютным проектом является биткоин в твиттере именно за последнее время обсуждали биткоин затем идет доги coin эфириум ну и уже другие криптовалюты опять таки если мы с вами говорим о росте рынка криптовалюты при возобновлении я считаю что здесь определенно очень хорошая зона поддержки сейчас позитивным сигналом является то что мы вырвались с вами за 50 moving и это может говорить о том что рост еще может продолжиться определенно здесь нельзя сказать что будем прям расти и тузымунить но есть зона сопротивления есть таргеты по биткоину думаю 35 36 тысяч долларов для начала а затем психологическая отметка 40 тысяч долларов да и уже затем там район 49 тысяч долларов за биткоин если мы говорим про таргеты налог определенно росты гарантийный рост до куда может дойти биткоин этот район 36 тысяч долларов если мы с вами говорим про картину в целом общую по рынку то здесь опять таки на месячном таймфрейме мы довольно таки долго с вами падали и находились в падении здесь по сути был флет и флет был с конца мая и заканчивая концом июля да и думаю что в августе конечно ситуация может в корне измениться также в принципе если мы говорим про капитуляцию то если биткоин падает на 14 тысяч долларов то альткоины также упадут куда ниже там тот же xrp там район 20 центов эфириум ниже тысячи долларов то есть это все реально но опять таки здесь речь идет и будет идти конечно о рисках если мы говорим про зоны поддержки то зона поддержки это 28 600 долларов по биткоину именно здесь был у нас шортсквиз да на некоторых биржах да и естественно также на эту цифру стоит ориентироваться потому что если мы ее пробиваем то здесь определенный медвежий сценарий если мы говорим про опять таки то что может произойти в ближайшее время то здесь мы можем говорить о том что развязка уже будет скоро и там даже район там 36 тысяч долларов это вполне реально по рынку также стоит отметить что не только bitcoin переводится на холодные кошельки но также и переводится эфириум в размере почти 10 тысяч эфириумов было отправлено на холодное хранение с биржи бинанс и кроме того это также прослеживается по другим криптовалютам например 30 миллионов xrp было переведено с биржи битрекс на опять таки холодное хранение это говорит о том что крупные там игроки киты они накапливают позиции ну и на рынке сейчас царит все-таки еще чрезвычайный страх многие думают зайти не зайти в то время как крупный игрок накапливает определенно свои позиции и об этом говорят не только переводы но и метрики того что переводят биткоин все-таки с бирж и того что биткоина на бирж все меньше и меньше и так как предложение будет меньше то и соответственно здесь будет больше спроса я считаю что это будет со временем и сейчас маркетмейкеру нужно просто поднять рынок чтобы этот спрос естественно стимулировать всем дальше всем пока и до новых встреч до новых встреч то и до новых встреч да и до новых встреч Продолжение следует...